и так приветствую друзья и гости канала всем 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 вам огромнейший привет мир добро любовь и свет сегодня нас пятница и сегодня кто молился и пошел дождь да 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 именно так потому что ну как так смотрели мои видео прогулки просто обалдевали некоторых там просто в комментариях разрывала ну как так то почему такая потрясающая погода почему так все красиво все зелено а сегодня раз и дождик я календарь перевернул и дождик 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 ну что дождик там не помехам давайте пробежимся по горячим новостям только в лицо не плевали и в тапки не насрали россиянка высказалась об отдыхе в абхазии чего я ждал в абхазии но ребят ну что я могу вам сказать бывает разная поэтому ничего там страшного нет абхазии раз на раз не приходится бывает все пройдет хорошо у вас а бывает все пройдет как всегда ногу всех поэтому ребята лучше сильно то нет не расстраивайтесь ну как бы бывает такое просто как бы когда вы едете отдыхать в абхазию вы должны понимать да что ничего хорошего не будет когда вы едете отдыхать в адлер гостевой дом вы тоже должны понимать что ничего хорошего не будет но это это нормально как бы адлер гостевой дом и прекрасный отдых это антонимы то же самое касается и обхазе доехать с хорошим настроением вот если настроение классное потрясающее и вы можете немножко отстрагироваться от людей туда есть не обращать внимание на людей там не пробовать их учить и так далее как бы так государство собирается поддержать бизнес сочи но в общем знаете морально поддержать сказать ребят у вас все будет хорошо у вас все будет прекрасно и у вас все будет замечательно между эмеретинским курортом и роза хутор назначен дополнительный рейс ласточек потому что многие люди едут на красную поляну и уезжает с краса поляны и они разочаровываются потому что ну как так 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 говорят знаете как так ну как ну снега нет ничего нет цены высокие все однако одеваться сейчас как раз вот осталось всего лишь там четыре дня кому же срубить капусту на бедных туристов ну да именно так на бедные потому что богатые туристы как бы им все по барбан им все хорошо все устраивает так далее хотя я иногда могу возмутиться будет качество сервиса потому что хочется за большие деньги хочется большой сервис понимаете но как бы так ладно могут себе позволить россияне потратить на элитную недвижимость в сочи 25 миллиардов представляете 25 миллиардов эта новость вызывает не угодование у любого нормального простого работяги но таковыряли с очень много людей с большими деньгами вот так посчитано что в 2022 году россияне потратили на элитных квартир новостройках 25 миллиардов рублей всего в год продается 1062 квартиры премиум класса вот так на элитными на элитный сегмент жилом недвижимости всегда есть спрос дарят я полностью согласен с этой статьей абсолютно как не заболеть на новогодних каникулах правда и мифе о профилактике лечением знаете раньше такая присказка вода доктора как мне не заболеть сифилизом ну как как ну выгод девушка спите мы туда быть любит вы снега воды кровать ложитесь он куда-то в одной кровати но все быть очень легко говорит вам нужно перед тем как речь спать будет вам надо полностью помыться прям полностью бы прям тщательно помыться мальчик будет блин но если я тщательно помочь там он не может души даже девочке не нужно нет как не в том смысле лет маленькие гребаные конченые извращения просто будет нужно помыться нормально помыться и все потом соответственно что сделать нужно взять и одеть презерватив туда ладно ну да серьезно потом бы взять и обмотаться говорит полотенцем нужно обмотаться не заболеть сифилизом ладно хорошо будет потом будешь еще одно полотенце еще один полотенце обманываешься ну ладно будет хорошо будет понятно ну или самое главное положишься кровать с девушкой здесь уже понятно да да не занимаешься с ней с этим вот здесь примерно то же самое да вот чтобы чтобы не заболеть такие советы тупые вот если канада заболеет просто я даю вот маленький вам совет бывалого тот который периодически может заболевать потом быстренько разболевать значит чувствуете что что-то у вас стало сразу же антибиотики у меня брат любит экспериментировать нет организм должен сам справляться и в итоге потом болеет по по две недели я же чик 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 три дня и готова три дня и готова больше трех дней не болеем горном кластере сочи 6 января это ступишь сегодня ожидается снегопад наконец-то появится снизочек несколько машин в хлам в сочи случилось массовое дтп случился армагедец и апокалипсец вот сюда а кто виноват правильно таксиста один таксист ехал другого таксиста 3 таксист зверь есть зверь в росгосцирке высадились нападение он падение льва ну чего могу сказать кому-то бы повезло что нашел программе очень классно да один из львов сошел с ума он сказал мне нужна она мне не нужен он и все и напал на дрессировщика и знаете кто защитил дрессировщика вот вы никогда в жизни не догадаетесь жена дрессировщика она взяла и смогла отбить мужа от от лап этой свирепой кошки представляете себе она прям такой прям нормально ну и тем не менее в сочи работает 36 зимних пляжей да 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 именно так россиянин предупредил о значительном подорожание отдыха в турции турки бит они ведь не придурки бит я не грит вы посмотрите гайдаль эрдоган всегда может усидеться на 25 столика одновременно а вы думаете другие турки по-другому тяну то же самое ведь приезжайте в турцию вас будет иметь и сидя и лежа и на голове и в припрыжку и вприскок мне он недавно мой подписчик который переехал в прекрасную турцию прислал мне видео попросил не выкладывать ни в социальных сетях нет нигде ну ладно как бы где слово держу но пока это говорить можно новогодняя ночь соответственно как бы решил отправить в турции приехал на машине соответственно через грузию номера какие угадайте правильно краснодарские номера и так далее машина хорошая но я могу сказать что будет довольно хорошее не у всех есть какие машины например он приехал на джи ле купе это автомобиль который сейчас стоит около 15-18 миллионов рублей джи ле купе ну и что вы думаете на новый год его поздравили прокололи четыре колеса всю машину там как бы излесовали обходцы и так далее потому что в турции да много цикливых россиян много собралось еще больше собралось тех же самых украинцев и поэтому конечно новогоднюю ночь когда можно много будет выпито всего крыть много выпито будет добра начинается выяснение из-под тяжка отношений вот как бы так самое интересное что заявление в полицию не принимает потому что полиция сказал ребят это ваши дела что вы не можете поделиться с этим понятно что ни один турок бы не начал бы писать баллончиком араша араша понятно что это они араша написали орки написали орки понятно что не будет и выясняйте пожалуйста своими собутыльниками как-нибудь сами и даже заявление не приняли и все просто в шоке самое интересное что оказывается страховка который у него есть на машину она не действует на территории другой страны вот как бы сейчас тоже будет буду пробовать в общем будет пробовать и рубиться так далее поэтому ребят уважаемые ксакунишки добро пожаловать в турцию и да конечно же вам блогеры этого не покажут как это все там происходит сколько было фосмазоров и так далее но если даже мой подписчик прислал фото и видео своей машины так далее я могу сказать что это не единичный нефига случай хотя он нормально порядочный у него ребенку ребенку если не ошибаюсь около полугода полгодика и в общем все нормально все прекрасно но но не с турками точнее не в турции рождественские службы в сочи пройдут во всех храмах и церквях вот даже здесь тоже будет сарате мнение сибиряка о жителях кубани после переезда в краснодарский край он говорит блин говорит нас пугали что кубаноиды самые конченые люди на свете а оказывается ребят по сравнению с тем где я жил сибиря говорит здесь каждый человек это просто золото просто достояние понимаете если реально хорошие отзывчивые люди ну реально не они тебе улыбается и не злые как как конченные собаки здесь все будет хорошо прекрасно и замечательно вот так вот так копите денег что точно подорожает 2020 году подорожает как говорится все но самый главный акцент что подорожает бухаловка ё-моё какая печалька бухашка подорожает ё-моё да ничего страшного может глядишь и меньше будет нас выпивать народ дольше проживет в конце концов психолог назвала способ легкий как войти в рабочий режим после праздников блин давайте прямо без психолога скажу чтобы легко было войти да вот в режим не надо с него выходить слишком много выходных в россии отсюда и экономика у нас в заднице не знаю мне вот очень легко далась рабочая неделя у меня вчера прошло три сделки круто я считаю очень круто и в принципе для вас вчера еще успел снять сюжет а сегодня поеду сниму для вас дом на мацесте а сегодня поеду сниму для вас дуплекс в сириусе пока такая погода дрянь я думаю если не для вас поснимаем потому что прогуляться не получится вот как бы как бы так доктор назвал простое антипохмельное блюдо я даже читать не буду я даже не хочу советовать что против похмелья ну что у нас за тематика да как легко выйти на работу как там что жрать чтобы похмелиться и так далее но это же бред какой-то я думаю что нехорошо да кстати в красной поляне работают эвакуаторы они работают словно роботы терминаторы и да если вдруг кто-то решил вот так вот примерно так поставить на красной поляне где-нибудь в свой автомобиль можете быть уверен на сто процентов что у вас автомобиль эвакуирует так сейчас работает одновременно 16 эвакуаторов соответственно эвакуирует недалеко там есть стоянка но в любом случае пятерочка вам это все обойдется это раз но вопрос сколько же стоит стоянка на красной поляне 800 рублей ребят стоит 800 если честно я считаю правильно что в автомобиле эвакуирует я конечно понимаю что многие принципиально хотят за парковку платить ничего страшного это ваше право но я за то что будет работать эвакуатором нет денег на красную поляну нехер туда езжать езжай туда на автобусе не надо туда ехать на машине а из-за того что там все паркуются непонятно как из этого там образуются и заторы и пробки и так далее поэтому я рад что там наконец-то заработали полноценно эвакуаторы я лично этому безумно ребят рад расскажет вот ты злой человек нет я не злой человек просто я знаю что что такое безалаберное отношение просто я знаю что такое безалаберное отношение поэтому вот как бы так ну и конечно же вторичка в сочи подорожала 27 процентов а бакс не знает значит надо что значит нужно на квартиру ставить цену гораздо выше ну логично ну раз старичка у нас подорожала всего хорошего всем добра и пока да кстати вторичка дорожает и вторичка сейчас очень хорошо ест потому что люди не знают как они будут делать ремонт вытянут ремонт или не вытянут и сейчас просто вторичка просто уходит в лед ну лично я против вторички ничего не имея но найти вторичку с хорошим ремонтом это очень тяжело но другой стороны приятно когда ты можешь например сидал же зал потепа ты живешь не платишь за ту квартиру в которой ты живешь знаете это большой огромнейший плюс на этом с вами прощаюсь вам всего хорошего настроения сегодня шестое ну что с наступающим рождеством ну реально с наступающим вас рождеством но если больше по работе именно буду снимать для вас ну больше недвижимостью не буду снимать все не сделаем акцент именно 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 на недвижимость на недвижимость вот так все ребят пока